друзья всем привет на связи вы на моноколесном канале где мы общаемся на тема моноколес электротранспорта и тому подобных и в этом ролике как вы уже поняли из названия из превьюшки я хочу рассказать о том что можно снимать что нельзя фотографировать ввести видеофиксацию в частности в киеве в украине где я нахожусь за окном на календаре в первые числа февраля 23 года и для многих велосипедистов моноколесников автомобилистов скутеристов до сих пор открыт вопрос да и для меня в принципе в том числе а что можно фиксировать тем более если вы ведете какой-то youtube канал если вы любите пользоваться там gopro да любите обезопа хотите себя обезопасить при движении по дорогам допустим вашего города прежде чем мы перейдем к этой теме я хочу поделиться с вами видеороликом который уже вышел на канале ссылочку оставлю в описании ну или вот тут вот можете посмотреть всплывающие подсказки о новом виде мошенничества в телеграме даже не мошенничество а механизмы мошенничества который настолько простой настолько доступны настолько тупой но на которые реально ведутся люди я не слышал не встречал раньше подобные механики и предполагаю что на него будут вестись очень много большого количества людей посмотрите поделитесь инфой с вашими коллегами друзьями родственниками и так далее чтобы себя обезопасить я думаю что ни для кого не секрет что на дорогах очень много неадекватов и для того чтобы себя обезопасить от каких-то разборок вешают регистраторы автомобилисты с началом войны использование регистраторов жестко пресекли вплоть до того что даже телефон которая по которому вы едете по gps по карте который стоит на торпеде его тоже могли ну очень очень негативно на него реагировали среди моноколесников среди велосипедистов точно также большое количество людей которые хотят себя обезопасить как на дороге так и на тротуаре от неадекватных водителей вот неадекватных пешеходов в одном из прошлых видеороликов которые я назвал посмотрите на канале говорю то что вижу я ехал по киеву и обсуждал говорил свои мысли по поводу того или иного что я встречал на дороге начиная от машин заканчивая неровностями дорог и тому подобное и после этого видеоролика были вопросы о том что подожди так нельзя снимать нельзя на дорогах снимать в киеве сейчас за это могут привлечь и и все остальное я пошел от обратного я не стала думать могут не могут то есть по-хорошему что может делать обычному на колесник велосипедист в этом случае он может подойти к любому полицейскому до патрульному полицейскому раз уточнить у него этот вопрос непосредственно от первого лица второе можно позвонить на 102 до непосредственно на линию полицейских не знаю почему но там постоянно то занята то сбрасывает то это какой-то тишина то идут гудки короче за я набрал пять раз ни разу и не дозвонился плюнул на это дело когда у человека проблемы когда ему нужна срочная помощь а даже не знаю как он туда дозванивается и третий вариант который выбрал я есть горячая линия горячая линия это та же самая полиция это тот же самый контакт-центр но он так сказать консультирует он не принимает звонки непосредственно о том что где-то дтп где-то там квартиру взломали а он более такой лояльный формат номер телефона вот тут вот я вам напишу точно также если вы в украине можете позвонить подтвердить мои слова или возможно если попадется какой-то другой там оператор он скажет абсолютно совсем другое позвоните потратьте пару минут времени и мне интересно что вам ответят что мне сказали по поводу съемки я сказал я велосипедист я езжу по правой по самой крайней правой полосе для своей безопасности я вешаю gopro и снимаю свое передвижение могу я это делать или не могу можешь единственное ты не можешь запрещено снимать все что касается военных это могут быть блокпосты это могут быть какие-то военные машины до которые стоят в той или иной местности в той или иной области это могут быть передвижение военных техники автомобилей военных людей это могут быть прилеты короче все что касается вот этой вот тематики с военными это вы поняли да скорее всего самое сложное это блокпосты то есть нужно вовремя или отключить gopro или потом ну короче или не снимать да по блокпостам например там где я езжу их нету ну не стоят там военные все остальное по его словам закаты парки уточки озера дороги спуски дома заправки с ценами на заправке торговые центры все это можно снимать если на фоне там или не попадает в кадр все что я выше вам перечислил не вижу причин не прислушиваться не вижу причин ему не доверять я не услышал от него слова что нельзя снимать объекты какой-то критической инфраструктуры там те же мосты те же какие-то электростанции подстанции но от себя добавлю но наверное это логично наверное логично их тоже не снимать может быть он просто забыл об этом упомянуть но наверное все таки не нужно их тоже снимать и подъезжая к тем же мостам просто отключайте второй вопрос который опять же я ему задал окей я снял окей снял заснял могу ли я это выкладывать там на тот же канал youtube он сказал да без проблем если у вас есть какая-то необходимость канал то можете видеоролик использовать на свое усмотрение как хотите и посему как бы вывод таков что даже если вы автомобилист двигаетесь в автомобиле то регистратор ну теоретически можно повесить чтоб себя обезопасить единственная вот вопрос с блокпостами и с какими-то военными которые передвигаются труд вы решаете для себя сами друзья вот такой вот коротенький видос повторюсь что по телефону который я вставил видео а также оставлю его под видео можете позвонить уточнить и мне будет услышать мне будет интересно услышать а что вам ответят другой оператор совпадет ли наши вот эти вот диалоги с ними если ролик был полезен палец вверх до новых встреч в новых видосов всем пока